Приветствую! Сегодняшняя тема посвящается о независимости Азербайджана, Аймина Расулзади, председатель Национального Совета Азербайджана в 1918 году. А был ли, на Южном Кавказе государство под названием Азербайджан? Ну конечно нет, и не было, потому что китайские летописи повествуют с древнейших времен о борьбе с многочисленными северными варварами, которые очевидно принадлежали частью к тунгусским, частью к тюркским племенам. Тунгузы жили на северо-востоке до Тихого океана, между тем как тюрки обитали к югу от Желтой реки и в западных горах до границ Тюбета. С усилением китайского государства тюркские племена оттеснялись все далее на север и запад, так что в IV веке уже лишь незначительная часть их жила, по левому берегу Желтой реки. О том, как далеко простирались владения тюрков к северу и западу, у нас, разумеется, никаких известий не имеется. Активисты азербайджанских оппозиционных партий движений 31 января провели памятные мероприятия у мемориала одного из основателей Азербайджанской Народной Республики, 1918-1920 годах, Мамеда, Эмина Расулзади. Акции прошли в поселке Новханы, близ Баку, и были приурочены к 133 годовщине со дня его рождения. Об этом пишет информагентство Туран. Согласно информации, участники акции держали в руках плакаты с известным изречением Расулзади. Людям, свободу, нациям, независимость. Лидер партии Народного фронта Азербайджана, Али Керимли отметил, что мысли Расулзади о важности борьбы за демократию и права человека сохраняют актуальности сегодня. Глава партии Мусава Тариф Гаджилы, сказал, что возглавляемая им организация, оставаясь верной идейному наследию Расулзади, продолжает и усиливает борьбу за демократию в Азербайджане. При этом он процитировал Расулзади, «Главная честь, это не быть депутатом или членом правительства, а лишь остаться верным своим убеждениям». Сегодня в Азербайджане установлен уродливый режим, который не достоин страны. Этот режим хочет заставить забыть наследие Расулзади и возводит памятники человеку, которому нет места в истории Азербайджана, что доказала молодежь, сказал в свою очередь лидер Центра национальной стратегической мысли Исаагамбар. По его словам, активисты движения «Анида», Байрам Мамедов и Геас Ибрагимов, авторы граффити на памятнике Гейдару Алиеву, показали истинные отношения азербайджанской молодежи к навязываемым культам. Лидер движения «Д-18», Руслан из Зитлеи, отметил, что Расулзади посвятил себя независимости и свободе Азербайджана. «Мы сегодня пришли не для того, чтобы преклоняться к культу личности, а, напротив, для воспитания в себе самоуверенности и веры в завтрашний день. Глядя на Расулзади, мы видим свое будущее», — заявил из Зитли. Между тем, Бакинское бюро «Радио Свобода» пишет, что в современном Азербайджане власть, на словах признавая политическое значение наследия Мамеда и Аминара Сулзади, на самом деле пытается всячески принизить это наследие. Например, в 2000 году бюст Расулзади, установленный в 1992 году перед зданием исполнительной власти Акджебединского района, был убран под предлогом реставрации. А 30 августа 2012 года был снесен бюст Расулзади, установленный перед зданием исполнительной власти Сабирабадского района в 1992 году. Такие же ночные действия были совершены в других азербайджанских районах и столице. Отмечается, что доктор исторических наук, бывший кандидат на пост президента Азербайджана, Джамиль Гасанли, считает, что деяния создателей Азербайджанской демократической республики не получили в стране достойной оценки. Все лучшее, что есть в Азербайджане, должно носить их имена. Им должны быть воздвигнуты памятники в нашей стране, считает Гасанли. По мнению ученого, деятели АДР, достойно выполнили миссию, возложенную на них историей. Не нужно забывать о том, что именно благодаря им слово Азербайджан, которое до 1918 года имело лингвистическое и географическое значение, приобрело политическую значимость. Благодаря их стараниям на карте мира появилось азербайджанское государство. Рассулзади является одним из тех, кто творил историю. Поэтому уничтожение его бюстов я считаю недопустимым. Считаю, что действие разрушителей бюстов Рассулзади является проявлением неуважения к собственной истории, говорил Джамиль Гасанли в интервью газете «Зеркало». Подчеркивается, что в Азербайджане сохранился лишь один памятник Рассулзади, стоящий поныне в родном его селе Нофханы, на Абширонском полуострове. В те же годы убраны имя Рассулзади с названия Бакинского государственного университета. Этот необъясненный официальный поступок властей вызвал резкое осуждение в партии Мусавад, первым лидером которой был Мамет Рассулзади, и общественностью Азербайджана. С купюр азербайджанских монатов нового образца портрет Рассулзади исчез также тихо и без официальных разъяснений. Подчеркивается, что относясь к имени Рассулзади более чем прохладно, даже оскорбительно, власть современного Азербайджана пытается присваивать его заслуги. Отметим, что отношение к Рассулзади в самом Азербайджане весьма неоднозначное. В 1992-1993 годах в некоторых районах Азербайджана около здания исполнительной власти были установлены бюсты Рассулзади. Впоследствии эти бюсты были снесены под различными предлогами. Примечательно, что в годы Второй мировой войны Мамет Эмин Рассулзади установил контакты с нацистской Германией и стал создателем азербайджанского легиона в составе войск СС. Весной 1942 года Рассулзади встал во главе азербайджанского представительства в Германии. Судя по упоминанию в архивных документах, он имел отношение к заброске немецкой разведкой, диверсантов тыл Красной Армии. Я никогда не говорил о Великий Азербайджан. Азербайджанского государства не было. Азербайджанское государство появилось указом советской власти. То есть не было никакого независимого Азербайджана. Единого Азербайджана. Великий Азербайджан. Это сказки, бред силы Кабуны.